МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси протягивается электоральная кампания. Два претендента на удел в президентских выборах, Сергей Бобрыков и Вольга Чамаданова, огучили решение спинить удел в передвыборной гонце. Яны заявили, что прислухались до западу громадства на консолидацию в окол 9 президента Александра Лукашенко. Таким чином, сбор подписов за влучшение кандидатов на высшую державную посаду протягивают 5 инициативных групп. Пикеты по сбору подписов выборщиков организованы ими по всей краине. Сгодно с законодавством для регистрации кандидатам на высшую державную посаду, необходно собрать не меньше за 100 тысяч подписов. Як показывая первый тыдень працы инициативных групп, беларусы активно удельничают в даденном этапе электоральной кампании. Каб поставить свой подпис за влучшение кандидатов у президенты, громадянам навод доводится стоять у чергах. Так, у Гродня сегодня на пикетах можно было убачить, як людей пожилого и середнего взрослого, так и молодь. Кожный, кто пришел поставить подпис за потенциальных кандидатов у президенты, отзначал, что не мог застаться у Баку от такой важной политичной кампании, як президентские выборы. Я решила провести инициативу, так как я участвую в жизни своей страны и буду в дальнейшем участвовать в выборах президента. Для меня это важно, потому что я не просто женщина, потому что я мать, я бабушка. Я хочу, чтобы в нашей стране было будущее, чтобы было будущее моих детей, моих внуков. Поэтому я сегодня поставила свою подпись за кандидата. Я считаю себя молодым поколением нашей страны. Я считаю, что мой гражданский долг обязует меня поставить подпись за кандидата в президенты, который, я считаю, должен быть в нашей стране. Сбор подписов за влучшение кандидатов у президента Беларуси протягнется по шостого снежня. 31-го снежня стане вядома, кто с претендентов на высшейшую державную посаду протягне передвыборную гонку. У першый день нового 2025 года украине почнется передвыборная агитация. Выбирать президента беларусы будут 26-го студеня. Отдать свой голос до терминова будет мягчима с 21-го по 25-го студеня. За обеспечение внутреннего рынка айчинными товарами з'являются стратегии державы. Это тычится у тымлику и гарантование нашим гражданам мягчимости куплять беларускую городнину по справедливых коштах с восени до весны. Это вопрос не одноразово взглядело на уровне урада. Так недавно было принято решение об установлении максимальных розничных цен на продукцию с так званого борщового набору, а так само яблыки и огурки. Это допоможет стремливать инфляцию и обеспечить наявность айчинных товаров на полицах магазинов. Сочет за выполнением принятой урадом постановы, призванной взять кошты под контроль, задача у тымлику Министерства антимонопольного регулирования и гандлю. Для супрацовника уголовного управления по Гродзенской области инспекция ценников на Гароднину в этом межсезонне на особливом контроле. 29 октября текущего года вступили в силу постановления Совета Министров 713-5, пятая версия, чем установлены предельные максимальные цены на плодовощную продукцию на каждый месяц до мая месяца 2025 года. Руководство рыночных образований приняло решение транслировать информацию о вышедшем 713-м постановлении в звуковом режиме. Каждые 15 минут озвучиваются цены, предельные максимальные цены, которые существуют на рынке и реализовываются на рынке для тех граждан, которые еще об этом не знают. Также были размещены на видных для покупателя, прежде всего, местах информация о том, какие цены сегодня на плодовощную продукцию имеются на территории рыночного образования. Капуста белокочанная свежая 97 копеек, свекла столовая 1 рубль, морковь свежая 1 рубль 3 копейки, лук лепчатый 1 рубль 35 копеек, яблоки свежие 2 рубля 79 копеек, агурцы свежие 6 рублей 58 копеек. До слова, подставой принятия такой нормы, як установление максимальных розничных цен на свежие огурки, яблоки, цибулю, бульбу, капусту, бураки и моркву, послужили больше высокие цены на такую продукцию в украинах-суседках. Уведение такого способа регулирования на Кирована на недопущение завышения цен на внутреннем рынке и выступить оховной мерой для споживца от ценовых шоков. Март отслеживает ситуацию и начиная с 29 октября мы посещаем рынки, магазины, торговые предприятия в целом по всей Гродненской области. За этот период времени было проведено 41 мероприятие подобного плана. В 10 субъектах хозяйствования были установлены нарушения, и мы работаем пока в мероприятиях упореждающего характера. То есть выдаются рекомендации для того, чтобы субъекты хозяйствования имели возможность исправиться и в следующее время работать по предельно максимальным ценам. Следует отметить, что личные подсобные хозяйства это постановление не затронуло. И, конечно, если человек, работающий на земле, чей труд, безусловно, уважаем, хочет продать свою продукцию, он имеет право продавать ее по рыночной стоимости без предельных максимальных цен. Но складывающаяся цена на рынке сама дает возможность опустить эту цену до предельных максимальных, установленных нашим государством. Большая работа была проведена облсполкомами и горрайсполкомами. Совместно с управлением торговли 6 ноября был выход на все рынки Гродненской области с осуществлением контроля предельных максимальных цен, установленных 713-м постановлением. Совместная работа всегда дает положительные результаты. Большую работу провели также и руководители рыночных образований. Следует отметить, что если в торговых объектах, в магазинах, в крупных торговых сетях постановление сразу же было принято к реализации, то в рыночных образованиях администрации всех индивидуальных предпринимателей, работающих в этом направлении, то есть работающих с этим ассортиментом продукции, под личную роспись ознакомили с этим постановлением. То есть никто не может сказать сегодня, что работа эта не была проведена, и кто-то чего-то не знает. Конечно, нам в этом случае работать значительно легче, привлекая в последующем особо непонимающих уже к административной ответственности. Работа совместная ведется и будет на постоянном контроле, как поручил глава государства. На пожары у Новогрудку загинули мать и сын. Ранницей у МНС поступило поведомление об тем, что на улице Лицкой горит жилый дом. Усхваляванная женщина выказала меркование, что внутри будинка могут находиться люди. На место здарения оперативно накировались 4 пожарные разлики. Дравляны дом горыл открытым полым. Вартовальники приступили до тушения пожару и пошуку людей. При проведении разведки у покоя бойцы МНС знайшли загинулой господиню, а на подлозе у соседнем покоя ее сына. На месте здарения працует следовательная группа. Попередней причиной вогненной трагедии стала неосторожная курение. У Гродня выявлена невеликая доза некурильного тытуниевого выробу. Распоусюджвальник на свая, жихар агрогородка Вертялишки, затрыманы. Мужчина поведомил супрацовником милиции данные своего поставщика. Сотрудниками наркоконтроля Ленинского РОВД был задержан молодой человек, у которого при себе имелась небольшая доза некурительного табачного изделия на сваре. В ходе дальнейшей беседы молодой человек сообщил милиционерам данные своего поставщика. Им оказался 37-летний житель агрогородка Вертялишки Гродненского района. По месту жительства мужчины обнаружено изъято более 5,5 килограммов указанного вещества, которое предназначалось для дальнейшей реализации. В ближайшее время правонарушителю судом будет определено наказание. В Ленинском районе Гродно выбрали команду лепших молодых специалистов. Ее вызначили по выниках конкурса «Моя Беларусь-2024». Ее традиционный, и селитний стал третьим. Как означают организаторы конкурса, с кожным годом колькость тех, кто отчувает гонор за краину, только растет. Татьяна Гришук сочила за финальными интеллектуальными выпробованиями. Молодежный центр «Молодым» – так вырашили организаторы районного конкурса «Моя Беларусь-2024» и запросили поудельничать у им 11 команд молодых специалистов, простовников предприемства у организации и установ Ленинского района Гродно. Пераможцы вызначались по выниках интеллектуального поединка. У квизе команды демонстровали эрудыцию и веды об Родной Беларуси. Ежегодно у нас в этом году принимают 11 команд от предприятий Ленинского района. В прошлом году у нас было 10 команд принимало. Поэтому увеличиваем количество участников. Заинтересованы наши предприятия. Хотя раскрою тайну, что в инструкции было написано, что только 10 команд. Но заявилось 11 и взяли всех желающих. Сама форма – это квиз. Но вопросы будут разнообразные, в том числе включены и вопросы по избирательному кодексу Республики Беларусь. Работа на сплоченность, чтобы каждый почувствовал плечо рядом сидящего и отвечающего за победу своей команды. У нас первые три места есть, первое, второе, третье. И сегодня ни одна команда не уйдет без подарков от администрации Ленинского района и Ленинского районного комитета БРСМ. В течение года проводится достаточно конкурсов для молодых специалистов, чтобы их заинтересовать. И много очень конкурсов в социальных сетях. И одно из таких – это движение в ТикТок. Когда молодые специалисты про свои производственные достижения выкладывают в свой аккаунт ТикТока. Молодые специалисты працуют у розных галинах на своих первых местах уже 4 месяцы. За этот час я не поспели набраться в опыту. Своей деятельностью уже вплывают на якость працы коллективу, уносят певную укладу социальный, техничный и культурный прогресс. Як прогучала на мероприемстве, нема сумнение, что их имены станут гонором Ленинского района Гродно. Это мероприятие не только, чтобы показать там знания, свои умения, но в первую очередь для администрации – это пообщаться с молодежью и узнать, как она адаптировалась на своем рабочем месте, какие есть проблемы, какие трудности. И если есть такие, то им в этом помочь. Но основное – это сплотить нашу молодежь, чтобы она работала, давала свои знания, которые уже получила в учебных заведениях на благо нашей Родины. Сустречу молодых специалистов у Ленинском районе Гродно традиция. Интеллектуальная гульня объединяла их зну, как разом они продемонстрировали веды и кемливость. У интеллектуальном потенциале своей команды была упевнена Каролина Кашлей. Девчина чекала от споборництва только перемоги. Так как я еще недавно, можно сказать, закончила школу, университет, тематика очень близка и знакома, поэтому рассчитываем на победу. Знания и опыт сегодняшнего мероприятия, я считаю, что пригодится в дальнейшей жизни и работе. Занимаю должность экономиста, также являюсь молодым специалистом. Пришла по распределению в августе месяце. Коллектив очень нравится, направление деятельности моей работы тоже очень нравится. У Беларуси в целом и в областном центре у приватности створены необходные умовы для профессийного и особенного росту молодых специалистов. А кроме того, я не мають максимальность реализовать свой творчий и интеллектуальный потенциал. Подтверждение тому традиционный конкурс «Моя Беларусь». Все лето звание лепших молодых специалистов отримали представники команды Гродзенского медицинского колледжа. До 20 листопада еще можно подать заявки до удела в конкурсе науковых распрасовок «100 идей для Беларуси». Это уже 14 сезон республиканского проекта, накераванного на поддержку талиновитой и адоранной молодой страны. Уделить им можно как индивидуально, так и в складе авторских коллективов. Каждый год молодь при нем не проявляет активность. Летость на суд журы была представлена больше за 100 науковых идей и распроцовок школьников и студентов из всех районов Гродзенщины, а так само молодых специалистов. До областного этапа были допущены 30 лепших. В республиканском финале в номинации информационно-коммуникационные технологии первое место занял проект прототипа первой беларуской разумной колонки с голосовым асистентом Романа Ковалевского, в учня Гродзенской городской гимназии имя Дубко. Подробиазней, урубрыцы, комментарий дня. На сайт 100idei.by можно отправить свою заявку. Если есть необходимость уточнить, как это правильно сделать, что нужно для этого, можно обратиться в наш любой районный комитет, где, конечно же, проконсультируют, расскажут, как необходимо поступить, чтобы поучаствовать в нашем замечательном проекте. Конечно, заявки регулярно у нас подаются, и довольно уже проведена большая работа. Это и многие сопутствующие проекты, скажем, мероприятия, которые помогают молодым людям понять, как же от своей идеи перейти к проекту. И поэтому те, кто еще не успел поучаствовать, также могут присоединиться и поучаствовать в наших таких, скажем, тренингах, мастер-классах, которые помогут уже непосредственно оформить свою идею в некоторый уже, скажем, проект, набрать свою проектную команду, ну и понять, как дальше делать, как правильно ее защитить, где-то правильно найти своих партнеров. Поэтому также приглашаем. Ну и, конечно, уже до 20 декабря у нас пройдут в этом году такие зональные туры, где мы объединяем несколько районов, такие более крупные, скажем, команды, и там уже пройдут подведение итогов, защита, будут работать наши экспертные комиссии, где будут отобраны уже победители для участия в нашем областном туре, который уже пройдет в январе 25-го года, ну и в дальнейшем уже, конечно, отправятся на республику. Ну, к слову, конечно, наши ребята всегда достойно представлены вообще, начиная от самого, скажем, первичного звена. Очень здорово, что в последнее время очень активно участвует именно школьная молодежь, школьники очень достойные такие, прям, на самом деле, чуть ли не научные такие разработки, представляют на своих проектах. Понятно, что это общая работа, но, тем не менее, идея и сам проект от ребят, от школьной такой команды, от своей проектной команды, конечно, очень радостно за то, что у нас есть такие молодые люди. Отдельно, как всегда, проходит тур именно среди учреждений высшего образования, на уровне Министерства образования, там уже непосредственно ребята отправляют свои заявки, там отдельно проходит защита, ну и уже они все вместе, собираются уже и работающая молодежь, школьная молодежь и студенты, они уже все вместе на общем республиканском финале. Важно, конечно, что и идеи, они воплощаются в жизнь, многие реализуются, и из последних, например, очень интересно, вот Александр Глудкин, когда был еще автором проектов, стал уже, кстати, экспертом республиканского конкурса, вот, и он инициировал и уже реализовал свои проекты, например, как комплекс Глудерм, и также второй его проект, это повязка для лечения ранцев, такая новая, новая интересная методика он предлагает, и всегда активно участвует в проектах, и здорово даже, что и за пределами республики Беларусь, также был проект с той идеей для Союзного государства, с той идеей для СНГ, он также там участвовал и уже также, как я говорил, уже является экспертом нашего проекта. Традиционно перед новогодними святами в Беларуси стартуют доброченные акции «Наши дети» и «От усей души». Урачистое открытие первой отбудется у Витебску 16-го снежня. Веншавальный и подарунковый период для маленьких беларусов протягнется до середины студеня. Кировники республиканских органов державного кирования, мясовые улады, депутаты и представники громадских объединений. Будут наведывать детячие интернатные установы и дамы семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, у которых выховываются дети-инвалиды. А так само центры коррекционно развивающего навучания и реабилитации и детячие больницы. Як соправданные шарауники, они постараются выконать просьбы и мары хлопчиков и девочинок, уручающие им подарунки. В час акции «Наши дети» запланована доброчинная детячая новогодняя свято у Палацы Республики и Республиканский новогодний баль. Что тычатся акции «От усей души», она пройдет с 26-го снежня по 15-го студеня. Удельники этого проекта не покинут без уваги ветеранов Великой Айчинной войны и ветеранов працы, доухожих ароу и пожилых людей. Инвалидов, которые находятся в установах социального обслугования, в больницах Сестрынского догляду и хосписах, повиншуют их с Новым Годом и колядами. А так само окажут необходную допомогу, организуют концертные программы и покажут новогодние спектакли. Больше за полторы сотни школьных команд проймя удел у фестиваля «Кубок Патриота», який уже третий год запор проводится у Гродзенской области. Все лето мероприемства патриотичных марафонов присвечены 80-ти годзю Великой Перамоги и протягнутся до мая 2025-го. План вельми насыщенный. Первым фестивальным мероприемством станет онлайн-квиз по следах Перамоги, який пройдет уже 15-го листопада. Ежемесячно будут проводиться всевозможные конкурсы, номинации данного проекта. Ну, например, в ноябре это будет онлайн-квиз. Далее, в декабре конкурс презентации, который называется «Герой Великой Отечественной войны. Мужество, доблесть и честь». Январь месяца знаменуется фотоконкурсом «Галерея мужества». В феврале ребята представят свои видеоролики, посвященные Великой Отечественной войне. Ну и, соответственно, в апреле месяце будет проводиться конкурс электронных плакатов «Великой Победе-80». Ну, а в мае финальный этап. И финальный этап состоится на базе областного дворца творчества детей и молодежи. Финальный этап предполагает участие наших ребят в трех номинациях конкурса. И первый конкурс – это будет творческий конкурс «Память поколений». На сцене ребята представят свои интересные творческие программы, которые будут оценивать высокопрофессиональные жюри. Далее пройдет интеллектуальная игра «Я помню, я горжусь» и исторический квест «Путь к победе». Вот по результатам участия в финальном этапе будет определена команда победителей, которая получит Кубок Патриота, памятный диплом и переходящий кубок. До слова, этот фестиваль стал уже брендовой подеей в регионе. В летом патриотическом проекте приняли удел больше за 100 установ адукации из всех районов Гродинской области. А это около 2000 юных жихаров при немыня в возрасте от 14 до 17 годов. А кроме того, в першиню до областного марафона долучились и учени одной из школы столицы. Пераможцам Кубка Патриота 23-24 стала команда 9-й школы Слонима. А кроме того, самые активные удельники мероприемства у фестивалю удостоились права представлять Гродинскую область у республиканских патриотичных проектах. Так, Иван Музычка Зволковыска и Станислав Яковчук-Здятлова стали удельниками патриотичных культурно-аддукацийных проекта «Тяг них памяти». Так само работы пераможцов одного из патриотичных конкурсов были представлены широкой аудиторией. В 2023-2024 учебном году при содействии Генерального консульства Российской Федерации работы победителей конкурса электронных плакатов «Беларусь и Россия. Сила единства» были распечатаны и организована выставка, которая была представлена на встрече в городе Гродно участников патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Патриотический марафон выходит за рамки республики. На сегодняшний день мы планируем сделать его международным. Соответственно, подана заявка в Генеральное консульство о том, чтобы этот проект, и назван он немножко иначе, «Беларусь и Россия – одна судьба, одна победа». Как поделились организаторы, селета, заходящих из активности навучальных установ региона, колькость удельников может стать рекордной. Долучиться до марафона мероприемства у фестивалю можно в любой момент. А кроме того, в ближайших планах выйти с патриотичным проектом на республиканский узровень. И на этом у нас все новины. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok У четвер, 14 листопада, в областном центре чакается пахмурная надворья – дождь. Раницей слупок термометра пакажа каля нуля градусов. Днем – да плюс трох, а вечером – да плюс двух градусов. Ветер пауднева заходни – от 1 до 4 метров на секунду. Атмосферный тиск – 753 миллиметры ртутного слупка. Вильготнасть па ветра, каля 87% у раницей, 90% днем и 95% вечером. З уликам усіх метрологічных дадзіных, отшуваемая температура па ветра на протягу дня будзе вагацца ад минус трох да нуля градусаў. У районных центрах 14 листопада надворье будзе наступным. У Великай Бераставіцы каля 1 градуса тепла раницей да плюс двух днем и да плюс трох вечером. Пахмурна – дождь. Ветер пауднева заходни – от 1 до 4 метров на секунду. У Свислачы і Мастах каля 1 градуса тепла раницей и да плюс двух днем и вечером. Пахмурна – дождь. Ветер пауднева заходни – от 1 до 4 метров на секунду. У Волковыску и Зельве, каля 1 градуса тепла ранится и вечером и до плюс 2 днем. Пахмурно, снег с дождем. Ветер по дневу заходнее от 1 до 4 метров на секунду. У Слониме, каля 0 градуса ранится и до плюс 2 днем и до плюс 1 вечером. Пахмурно, мокры снег. Ветер по дневу заходнее от 1 до 4 метров на секунду. У Шчучине, Илли, Воронове, Астравцы, Смаргоні, Дятлаве и Кареличах, каля 0 градуса ранится и до плюс 1 днем и вечером. Пахмурно, мокры снег. Ветер по дневу заходнее от 1 до 4 метров на секунду. У Лидия, каля 1 градуса тепла ранится и днем и вечером. Пахмурно, мокры снег. Ветер по дневу заходнее от 1 до 4 метров на секунду. У Ашмянах, каля 0 градуса ранится и днем и до плюс 1 вечером. Пахмурно, мокры снег. Ветер по дневу заходнее от 1 до 4 метров на секунду. У Новогрудку, каля 1 градуса морозу ранится и до 0 днем и вечером. Пахмурно, мокры снег. Солнце у 8 годин 49 хвилин. Захад у 17-27. Светловый день у параунанни с сирадой поменьшится на 3 хвилины и складе 8 годин 38 хвилин. Па месяцовым календары молодый месяц. А докладней 14 листопада у 15 годин 22 хвилины пачынается 14 день месяцового циклу. Чатвер будет довольно становчим. Верагодный усплёск творчей энергии и активности. Однако новых и глобальных проекта улепш не пачынать, а сконцентроваться на уже распачатых справах. Отказные решения таксама лепш не примать и перанести их на больш спрыяльный час. День спрыяльный для самоанализа. Каля удастся разобрать помылки и зарабить высновы, гэта можа застерахшчы одня удач у будущим. Учать верч 14 листопада па народным календары Кузьма и Дямьян. Свята Шауцов и Кавалёв. У некоторых местовостях гэты день называли Кузьминками и святковали першую сустречу зимы, што яскрава для стравана о народных прималках. Наприклад, не закаваць зиме раку да Кузьмы, калі Кузьма закуе, дык Микола раскуе. А крамя таго святых Кузьму и Дямьяна лічылі апекунами земляробства і па надвор ёу гэты день меркавалі праураджай наступнага года. Казалі так, калі на Кузьму лісты на древах трымаюцца, не дарод наперадзе чакая. Па правослаўным каліндары 14 галістапада іменіны ў Адры Яна, Дзяніса, Івана, Дямьяна і Кузьмы. У каталікоў день анюла адзначаць Агата, Лізавета, Ян, Микалай і Стяпан. Дякую за перегляд!